Саша, расскажите ваши воспоминания. Я уже знаю, что тогда открылась родинка, тогда познакомились с мамой. Но как для вас это было? Что вы помните? Воспоминания на самом деле самые тёплые, так как так конкретизировать. Всё время мы были рады встрече с Ирой. Это всегда была тёплая дружеская обстановка. И как-то так наше знакомство, ну не то что неожиданно для всех, но она перешла в дружбу, переросла в крепкую дружбу. И несмотря на то, что мы вроде бы как работали друг с другом, но за кадром, скажем так, мы общались по душам. Мы разговаривали о наших семьях, могли доверить, скажем так, друг другу то, чего незнакомому человеку доверить нельзя. То есть мы знали, что у нас в семье происходит, что у вас в семье происходит, как там Ваня, как там Жанна. А вот Ваня там капризничает, а Жанна там вот не слушается. Это мы всё знали и то есть это говорит о том, что у нас были такие очень дружеские, близкие отношения. Как ресторатору для вас было ценно всё, что она говорила? Вам не обидно было? Была её критика? Знаете, иногда, когда там были случаи в жизни, когда приходили там другие какие-то критики и выслушав их, мы друг другу могли сказать, махнуть рукой, говори-говори, мы покиваем головой. То Иры на мнение очень часто мы к нему не то что прислушивались, мы видели в Ире того человека, который, скажем так, идёт в ногу со временем и находится на вершине развития на тот момент. То есть на тот момент у неё всё было передовое и она двигалась только вперёд. Она для неё, как по мне, деньги, деньги для всех имели значение в жизни, но, скажем так, пойти опуститься ниже какого-то уровня ради денег для неё, это, как по мне, было, это не её. То есть средавая программа была правда на ресторан? Если она не хотела что-то снимать за любые деньги, я думаю, что она не пошла бы какой-то гендель там прославлять, то есть если это ей не хотелось, она этого не делала. А расскажите, а вот повара, персонал в ресторанах, когда приходила мама даже просто покушать, а так, какая была реакция, вот типа, блин, опять надо напрягаться, опять будут сейчас рассказывать, что у нас не так, или был какой-то мандраж, или наоборот радовались? Ну, как, у Иры был определённый свой авторитет и, скажем так, весь персонал, когда приходила Ира, относился к ней, ну, с уважением это да, это однозначно. Ну, естественно, как приходил там не просто рядовой человек-повар, а приходил серьёзный авторитет, к которому нужно, как это, как надо себя показать. То есть не упасть лицом в грязь. И, то есть, всегда с уважением, и мы ни разу не слышали такого, что, там, сегодня у нас съёмки, типа, вот, блин, опять придёт эта Ира, будем. Нет, всё, всегда всё было творчески, по-рабочему, никогда не было такого, что, всегда было всё конструктивно. А вы помните, что она любила кушать сама? Что ей больше всего нравилось в еде? Что она всегда заказывала? Ну, я больше уже помню Цимис. Уже в Цимис она приходила, говорила там, то есть, вот, вот, там съёмки, там съёмки, там, а вот, вот я сюда прихожу, я здесь обязательно что-то возьму для Ванечки, что-то возьму для Жанночки, что-то обязательно здесь покушаю. То есть, это, это, это у неё было всегда. Какое блюдо было любимое? Ну, она очень любила у нас форшмак, я помню. Очень любила. Да, это правда. Она, кстати, потом и дома его готовила очень часто. А где Жанна всегда брала оливье? Да. Да, оливье у вас, я говорю, такой миленький, такой, ой, класс, очень любила, да. Вспоминаю. Какие-то смешные, может быть, ситуации, что вы можете... Смешные? Ну, смешная ситуация, я помню. Ну, Ира приехала, говорит, ну, давайте вот что-то вот снимем. Мы говорим, Ира, мы вот сейчас готовим новое меню, и в меню будем вводить фалафель. Мы его ещё, скажем так, до конца не отработали, вот прямо с тобой в съёмках. Мы его сейчас будем дорабатывать, и там через неделю запустим его в меню. В общем, мы сделали эту съёмку, эта съёмка пошла в эфир. У нас ещё этого блюда в меню нету, и во время передачи нам в ресторан начались звонки о резервации этого... ну, о резервации стола и заказа уже этого блюда. И как-то так получилось неудобно, блюда нету, оно уже в эфире есть. То есть это... это ещё раз говорило о её авторитете, о авторитете её передачи, о том, что она была мастер своего дела. Что люди смотрят, и после этого приходят, и... Да, да, да. Во время они смотрят, и ещё передача не закончилась, и звонки уже идут. Понятно. То есть всё-таки работал мастер в то время. А как человек, как вы можете её характеризовать? Что, какие, какие черты характера вам нравятся, не нравятся? Ну, скажем так, Ира — это человек со стержнем и с очень таким серьёзным стержнем. То есть у неё были какие-то свои рамки, за которые она ни в коем случае не выходила. И если человек ей не нравится, то она с ним ни за какие конфеты не общалась. То есть она имела свою чёткую линию, и этой линии чётко придерживалась. Может быть, если бы она умела играть, тогда было бы больше успеха? Может быть, потому что когда её начали копировать, нельзя сказать, что она на это не обращала внимания. Ну, она это прекрасно видела, что её копируют, и копируют неудачно, копируют некрасиво. Действительно, это было так. Ну, всё равно это как бы не то, что её волновало. Ну, она обращала на это тоже внимание. Если продолжить эту фразу, секрет Ирины, в чём был её секрет? Её успеха, её личности? Секрет Ирины был в том, что Ирина — целеустремлённый человек, целеустремлённый. В том, что Ира всегда саморазвивалась, никогда не останавливалась на одном месте, невзирая на все препятствия, препятствия у неё возникали. Даже тогда, когда она уходила с одного канала на другой канал, для просто телезрителя это была просто передача Ирины Алцебеевой, перешла на другой канал. Но, на самом деле, это всегда были непростые ситуации жизненные, и Ира всегда достойно выходила. А как Вы думаете, за что её не любили? Вот, допустим, коллеги некоторые, хозяева канала, какие-то рестораторы? Что могло такое... Ну, скажем так, не исключаю, что это была зависть, потому что Ира достигла тех вершин, которые и на сегодняшний день, в принципе, тоже эти вершины... То есть она была авторитет... В том русле, в котором она работала, она была авторитетом и была человеком номер один. Именно не только как то, что она предлагала этот продукт, но она полностью в этом всём разбиралась и была именно профессионалом. А ещё мы очень радовались, когда Ира очень долгое время ездила на жёлтенькой машинке Mitsubishi, и долго-долго уже так вообще... Она уже была звезда, была уже вообще общепризнанная, ну, то есть была... И потом Ира приезжает и показывает нам свою машину. Это была Васильковая Infinity, и мы... Класс, вот это, Ира, ты молодец! И она нам говорит, а смотрите, а у меня сиденье вот так, а кресло вот так. И мы вот пришли, порадовались, Ирка, молодец, ты вообще супер! Да, да, а потом на следующий день канал в два раза повысил цены за эфир, и тогда начальство увидело её в машину. А так с ней происходило.